Радио Звезда Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад приветствовать вас здесь и с огромным удовольствием снова и снова хочу поговорить с вами про то, как прекрасна математика, почему это важно, почему это круто и какие есть удивительные факты, которые в математике возникают, как они работают и так далее. Добрый день, дорогие друзья. Математика прекрасна, а реально проникнуться тем, что она прекрасна, то есть её прекрасными фактами, доказательствами совершенно удивительными, которые вызывают чувство, ну вот я называю его катарсисом, потому что мне почему-то в какой-то момент понравилось словечко употреблять, оно, конечно, больше относится к завершению трагедии, но с другой стороны, друзья, понимаете, когда вы слушаете долгое, сложное, не нудное, а сложное математическое доказательство, да в каком-то смысле для многих из вас трагедия. И даже для лучших это может оказаться трагедией, потому что вы слушаете час, слушаете второй, и вы в ужасе от того, как это нетривиально, где же, где же, где же этот свет в конце тоннеля, да, и вдруг случается такой переход, когда всё это складывается в совершенно потрясающую мозаику, вдруг оказывается, что всё понятно. Конечно, и это вот чувство просветления, некий катарсис, конечно. Вот, давайте перейдём к конкретным примерам. Про приложения я обязательно скажу. Приложения, конечно, очень важны, они определяют то, как мы живём сейчас и здесь, но красота математики, она даёт эти приложения, и она про то, что находится, ну, в каком-то смысле в высшем мире, то есть в мире идей. И вот если мы вытаскиваем из этого мира какую-то прекрасную идею и дальше уже с её помощью делаем что угодно, или катарсис получаем, или что-нибудь конкретно реализуем на практике, то это уже другой вопрос. А сейчас про красоту. Где-то я уже говорил, наверное, в каком-то месте о том, что всё начиналось с совсем простых красот, за которые, между прочим, людей-то и убить могли. Вот знаете, например, то, что длина диагонали прямоугольника – это иррациональное число, то есть число, которое невозможно представить как дробь. Это не число, которое вы так вот себе представляете, к 1, 2, 3, которым можно перечислить количество объектов. Такие числа называются натуральными. Это даже не рациональное число, то есть не дробь, не отношение чего-то к чему-то, 2, 3, 5, 7 и так далее. А это число, которое невозможно в таком виде выразить. Корень из двойки, банальный. 1, 414, 2 и так далее. Бесконечная дробь после запятой. Не можете её представить ни как 2, 3, ни как 179, 3280. Из этих дней никак, вот как ни пытайтесь не получить, а доказательство в одну строчку. И там даже трагедии нет, потому что катарсис сразу. Область знаний. Ну, я не знаю, я думаю, что сейчас за короткую лекцию я это всё равно не произведу, потому что лучше это делать на доске, нужно как-то вот показать. Словами я тоже всё могу, но это до многих не дойдёт, я кокну людей. А нужен-то катарсис, а не кокнуть. У меня ещё одно такое вот словечко есть. Есть другие прекрасные вещи, которые, может быть, можно прямо сразу осознать. Вот, например, такое совершенное число. Ну, все знают, что у натуральных чисел, у обычных чисел, которыми мы перечисляем количество объектов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, бывают делители. Ну, то есть числа, на которые они делятся. Это, я думаю, все понимают. Ну, скажем, вот возьмём число 6. На что оно делится? Ну, на единицу, конечно, делится нацело. На двойку делится 6 поделить на 2, это 3. На тройку делится, то есть, ну, понятно. И на себя делится 6 поделить на 6, получится единица. А больше ни на что не делится, конечно, да ведь? Вот, ну, замечательно, ни на что и ни на что. А теперь давайте вспомним, какие мы делители назвали. 1, 2, 3 и 6. Вот давайте 6 не будем рассматривать, но это само число, это как-то неинтересно, такой делитель, но число само на себя делится. Давайте возьмём только все остальные. 1, 2 и 3. И сложим их. 1 плюс 2 плюс 3. 6. Какое чудо. Но это ещё не катарсис. Давайте возьмём число 28. Чуть посложнее будет. На что делится 28? Ну, на 1 делится, на 2 делится. На 4 делится, правда? 28 поделить на 4. 7 будет точно делиться. Ну, проверьте, пожалуйста, на 7-то тоже делится. На 5, на 6 не делится. А на 7 делится, 4 получится. 14 ещё делитель, правда? А, как круто. Ну, 28 мы в расчёт не берём, а больше 14 нет делителей. Ну, это более-менее очевидно, можете проверить. Хорошо, значит, что у нас получилось? 1, 2, 4. Давайте складывать. 1 плюс 2, 3. 3 плюс 4, 7. 7 плюс 7, 14. И ещё плюс 14. Опа, 28. Ну, слушайте, товарищи, дальше я продолжать не буду, времени мало. Есть ещё число 496. Это следующее после шестёрки 28, которое образуется таким же образом. То есть, если вы возьмёте все его делители, кроме него самого, и сложите их между собою, то получится в аккурат 496. Ну и так далее. Это вопрос, который придумали ещё в древности. А можно ли много таких чисел придумать? А как их все описать? До сих пор нерешённая задача. Хотя ей занималось огромное количество народа. Это безумно интересно. Наука называется «теория чисел». Вы скажете, а нафига? Извините за грубость. Ну как? Это же катарс. Вы понимаете, что 496 – это сумма своих делителей. Область знаний. Лекция на Радио Звезда. Вот будем брать числа натуральные и раскладывать на простые множители. Ну, что бы это значило, скажем? Вот число 2 – это простое число. Что значит простое? Оно делится только на себя и на единицу, а больше ни на что. 3 делится только на себя и на единицу, а больше ни на что. 4 – вот оно непростое, потому что оно делится не только на себя и на единицу, но ещё и на двойку. А 5 – простое, потому что делится только на 1 и на 5. 6 – непростое, 7 – простое, ну и так далее. Вот мы можем брать каждое число и пытаться разложить в произведение простых множителей. Ну, это вообще безумно интересная тема. Ещё в древности была доказана теорема о том, что только одним способом число можно представить в виде произведения своих простых делителей. Это надо долго обсуждать, это, может быть, не сразу понятно даже на слух. Ну, скажем, вот возьмём число 12, да? Что такое 12? Это 2 умножить на 2 умножить на 3. Согласны? 2 – простое, 2 – простое, 3 – простое. Ну, вот доказано, и это на самом деле не очень простая теорема, что по-другому 12 представлено, ну, 12 – это легко проверить перебором, что любое число только одним способом представляется в виде произведения вот таких своих простых делителей. Можете попробовать, если вдруг для вас это прямо новинка, вы никогда не слышали про такой факт, можете попробовать брать просто последовательные числа и вот так вот их раскладывать, и у вас не получится разных разложений. У меня про это даже анекдот весёлый есть, но его я не успеваю рассказать сейчас. Вот, можете посмотреть в записи на Ютубе, там точно это выложено. Ну, хорошо, значит, такая вот история. Зачем, казалось бы, нужно? Какие-то простые, какие-то числа разлагаются на простые. Опять же, я не буду долго про это рассказывать. Вот вся или очень существенная часть современной криптографии, с помощью которой передаются зашифрованные сигналы в банках, например, или через компьютеры, когда вы сообщаетесь между собой, и вам нужно передать какую-то информацию, которая, не дай бог, будет раскрыта третьим человеком. Они основаны на том, чтобы взять конкретное число, очень-очень большое, из ста знаков, например, представляете, какое гигантское число. У него названия, может быть, даже нет. Ну, у ста знаков там есть словечко Google смешное, но хорошо, из тысячи знаков. И вот в это число из тысячи знаков, огромное, совершенно непонятное, может быть, ничего, казалось бы, конкретного, не выражающее, вы его пытаетесь на компьютере с помощью какого-нибудь алгоритма разложить в произведение простых. Вот оказывается, что это безумно трудная задача, и современная наука о компьютерах и об алгоритмах не умеет ее решать. Вот на этом неумении решать задачу построены алгоритмы шифрования. То есть люди знают два больших простых числа, каждая из ста пятисот знаков, умеют быстро их перемножить, но никто извне, если только не пристанет с ножом к горлу к тому человеку, который знает эти простые числа, не сумеет обратно в эти простые числа в произведении их разложить то число, которое всем известно. То есть взяли простое число, взяли другое простое число, перемножили, получили число из нескольких сотен знаков. Это все быстро делается, это умеет математика. Область знаний. Потом злоумышленник знает вот это число из двухсот знаков или из скольких-то, и он не может за разумное время, даже используя все компьютеры мира, разложить его обратно на эти простые, если только он заранее простых не знает. Такая вот удивительная наука. И такого моря в математике. И это уже приложение. На самом деле практически нет ни одного безумно красивого факта в математике, который потом бы не преломился в какие-то конкретные приложения. Ну, вот совершенные числа пока не нашли таковых, или, может быть, я их не знаю. Тогда, простите, можете сразу комментировать, я с удовольствием посмотрю на те приложения, которые уже найдены. Великая теорема Ферма, которую так любят доказывать люди, к сожалению, в этом не преуспевают, потому что надо очень много знать, надо очень хорошо учиться математике для того, чтобы понимать, что такое доказательство, как оно устроено. Но устроено оно прекрасно. После него бывает катарсис. И именно поэтому я в очередной-очередной раз призываю всех не бояться математики, любить её, искать те источники, в которых всё-таки можно узнать красивые, интересные факты, типа того, о котором я сейчас рассказал, но более подробно просто, понимаете, потому что я сейчас рассказал совсем по верхам, ибо на радио это сделать по-другому очень трудно. Да, друзья, ну и про приложения всё-таки, может быть, стоит сказать ещё больше, потому что, конечно, я рассказал про приложения в криптографии, это здорово, но есть какие-то даже не то чтобы прикладные вопросы, а вопросы того, как математика появляется, если угодно, в природе. Ну, то есть даже не в компьютер-сайенс, как принято сейчас говорить, не в компьютерных науках, не в теории алгоритмов или какой-то криптографии страшной, которая не для всех понятна, а если угодно, в природе. Ну вот, понимаете, вот для чего ещё важно учить математику? Вот есть такая книжка «Код да Винчи», по ней сняли фильмы, или фильм, я уж не знаю, но центральная-то там идея вот этого кода, она же, ну, в общем, очень простая, она смешная в каком-то смысле для математика, это, ну, общее место. При этом это очень красивая вещь, на самом деле, которую очень стоит знать. Это то, что называется число Фибоначчи, так называемые числа Фибоначчи. Это очень простая последность. Если кто-то не слышал, это числа, которые образуются так. Вы берёте сначала единицу, потом снова единицу, потом их складываете, получаете двойку. Помните, что перед двойкой была единица? Берёте единицу, складываете с двойкой, получается тройка. Теперь тройку складываете с двойкой, получается пятёрка. Потом пятёрку с тройкой, восемь. Восемь с пятёркой, тринадцать, ну и так далее. Вот такая бесконечная последность чисел. Придумал их ещё в XIII веке в каком-то смысле, ну, по крайней мере, записал в виде задачки в своей книжке такой монах там был, собственно, Фибоначчи, который это и придумал. А потом оказалось, что числа эти подчиняются закономерности математической, для которой есть явная формула. И вот в этой формуле участвует золотое сечение. И, конечно, золотое сечение, это многие слышали, это штука, которая возникает в природе повсюду, это прямо удивительно, она возникает и в природе, и в знании. То есть это элемент гармонии, это и в живописи есть, и в музыке есть. Это даже вот, знаете, что подсолнухи растут, и там семечки образуют такую спираль, которая тоже в некотором смысле подчиняется вот этой закономерности. И есть масса-масса других ситуаций, в которых это возникает. А для того, чтобы найти формулу для чисел Фибоначчи, ту самую, в которой участвуют вот эти самые замечательные золотые сечения, нужно всего лишь, по большому счету, до чего-то такого очень красивого додуматься, а потом решить квадратные уравнения. И я возвращаюсь опять к мысли о том, что квадратные это уравнение очень полезно уметь решать. На самом деле, корнями квадратных уравнений являются те же самые золотые сечения. Тематика очень разнообразна. Радио Звезда Радио Звезда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова